Здравствуйте и добро пожаловать обратно на канал Last of War и Белый Русс. Продолжаем играть в Shadows of Anderuntite. Дополнение для игры Night of Winter Nights с нашими друзьями. Такими, да, еще не задоспаунился призванный гончий архон. Я надеюсь, он мне чуть-чуть поможет. По этой причине я не отдохнул, да, и у нас немножко Дорна повреждена, но где-то терпимо. И этот товарищ весьма полезный, поэтому... А да, не хотелось бы попусту тратить время. Давайте мы возьмем наши базовые бонусы и пойдем в склеп. В башню склепа. Где тоже, я уверен, столкнемся со многими интересными людьми. Столько всяких ловушек, честно говоря, многовато. Что здесь есть такого? Ага. Здрасте. Очень хорошо иметь с собой я вашу подругу. Конечно же, он славит. И они славят на себя ловушки. На него, видимо, они не все распространяются. Наверное. И товарищ нам действительно помогает. Да, лучше сколько угодно. Здесь есть ужасный саркофаг, и я думаю, стоит нам их уничтожить. Давайте-ка мы именно этим займемся. Да, они спавнят. Спавнят врагов. Так. Молодец, чувак. А я пока займусь этим. Долбаем их, долбаем и долбаем. Я продолжаю заниматься... А, саркофагами аккуратно. Ловушки, ловушки мне не нравятся. Они здесь такие секционные. Так, как вы видите, их довольно много. Но местами можно все-таки пройти, так что... Может быть, я их все сразу на себя не сагрю. Спавнеров реально хватает здесь. Я буду бить. Надеемся, что... Давай еще нам поможет не дальше. Ага. Хорошо. Плевать на ловушке до поры до времени. По-моему, уже не плевать. Здесь их поменьше. Пойду туда. Вот так. Клан в том, чтобы их изничтожить, а потом уже заниматься всем остальным. Он всего лишь легко ранен. Ребята идут к нему, и это меня устраивает. Вот здесь можно было бы экипировать обратно мое оружие, которое направлено на... Именно нежить. Я хотел бы все-таки изничтожить саркофаг. Одного, наверное, мне удара да не хватило. Так. Вы пока собираете экспу. Я не против, не сражаю, как говорится. Аккуратно. Ух. Да. Мне нужна аптечка. Интересно, свяжут они меня боями? Или свяжут? Мне хотелось бы пару пыльок ударов нанести, чтобы... Эту тележку тоже уничтожить. А потом уже приступить к уничтожению этих тварей. Да, хорошо. Да, спасибо, чувак. От тебя реально большая польза. Причем совсем большая польза. Так, а теперь мы можем приступить непосредственно к... Давайте только еще раз нашим поможем песенкой. Или музычкой. И теперь мы можем потревоженных этих разогнать, чтобы мы больше их натревожили. Да, уничтожу это зло! Хорошо идет. Очень даже хорошо. Вот 9, да, а у меня еще есть... Эта штука, я ее не продал. Как оказалось, не зря. Давай. Давайте посмотрим. О, да. Реально, даже своим более плохим бонусом за счет дополнительного огненного... За счет дополнительного огненного урона она справляется довольно неплохо. Ходи передо мной! Хорошо. Вот славушка уже менее хорошо, но... Они нам сейчас особо навредить не способны. Я подсобираю остатки. Если они здесь есть... А, кое-что действительно есть. И тогда мы пойдем посмотрим, что дальше тут происходит. Ну, похоже, самые интересные вещи я собрал. Я нашел ключ в одном этих из раздолбанных саркофагов, или что там это было. Да, ключ от склепа. Который нам, безусловно, пригодится, поскольку мы движемся дальше. Также я подобрал кое-какие любопытные фрагменты. Как вы видите, броня повеления. И она, если сравнивать с моей... Во-первых, я могу ее носить. Она не такая уж тяжелая. Но, конечно, по классу она хоть и защищает лучше, но... Для заклинаний еще более отрицательная. То есть, моя, по-моему, базовая 10% отнимает. Если мы с этим, а всем барахлом... То это уже сколько? 20? Если я не ошибаюсь. Давайте посмотреть, какой у меня шанс провала заклинания. От 25%, ну вот к этим 25... Сколько у нас тут? Да, 10. Еще десятку прибавить. И вот этих вот 20. Получится вообще 35. То есть, для моего такого персонажа, частично магического, она не то чтобы очень хороша. Хотя, конечно, бонусы интересные. Харизма, убеждения. То есть, если поболтать с кем-то, то, может быть, ее можно было бы и оставить. Хотя у меня зелье есть, но для закупки новых потребуются деньги. Денег у меня не так уж много. Так что тут еще дважды подумаешь. Ну, а сапоги солнечной души, которые я тоже нашел, используются только монахом, но у меня есть кое-какие скиллы, которые... Да, может быть, мне использование таких магических устройств поможет преодолеть их. Ловкость плюс два, бонус к броне плюс четыре, модификатор уклонения. А у меня что? Ловкость плюс два, тихая походка. Так, и что у нас здесь еще раз? Плюс четыре броня и ловкость. А у меня, по-моему, тут брони нет. Нет. Но есть тихая походка. Давайте для начала посмотрим, можно ли их действительно использовать. Можно. Конечно, теперь я привел к себе внимание больше, но с другой стороны... Смотрим. Реально помогает? Да, складывается нормально. Потому что не надо забывать о том, что два одинакового бонуса, то есть, возможно, разным количеством, но одинаковым предметом одинаковым типом. Да, например, два уклонения вместе не складываются. Действует максимально. Давайте мы пойдем вперед. Ключ от склепа. И давайте посмотрим, что на втором этаже. Так. Хорошо. Горящий человек, который даже нас не хочет пока что обидеть. Потеря? Какая потеря? Куча горящих людей. Давайте посмотреть, может быть, описание нам скажет больше. Понятно. То есть, они наносят урон именно своим горением. Двуручный топор, скорее всего, тоже коцаный. Давайте сохранимся пока что. И посмотрим, можно ли что тут потушить. Интересно. Я не вижу особо количества интерактивных предметов, но, где-то что-то мы сможем найти интересное. о, рычаг в полу. Ну-ка. Что он тут сделал? Просто мы пробрались пока что на третий этаж. не похоже, чтобы тот рычаг что-то сделал полезное. Ага. А здесь уже даже не пойми, что. Этих, ребят, конечно, можно изничтожить, но я не вижу, каким бы образом мне удалось прорваться. Здесь есть боковые такие ходы. может дело увлекаясь себя в портал какие-то. Угу. Уничтожим. Согласен. Ага. Блядь. Да. Проходит время и они переключаются. Нам нужно кстати можем сюда посмотреть. Есть ли здесь что-нибудь интересное. Да, потенциально есть. Давайте посмотрим, что в фонтане. Фонтан он или не фонтан. Ух. 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 Но у меня есть, кажется, моя такая конструкция только не это, а вот это. Хотя в скелетах она получше будет. Так. И песенка. А вот теперь мы попробуем чего-нибудь нанести в плане урона. Семь от сачков полона мне нравится гораздо больше, девять. Особенно для склепа это оружие подходящее. последний гражданин скоро отпустит. Скорее всего не лучший мир. Давайте посмотрим. А вот здесь уже кое-что есть. Правда камушек всего лишь один. Видимо служит как приманка. В одном из этих таких сегментов вполне может быть спрятано что-то интересное. Но имеет ли смысл нам прочитывать их все? Это хороший вопрос. Здесь такие довольно забавные стежки на могильных плитах. Как вы видите. Но я думаю все что мы получим это очередная порция зомбяков и может быть какой-нибудь камушек драгоценный. Если повезет или не повезет. Ну посмотрим. Давайте сюда заглянем. Это хотелось по пути частично. Ну что заспавнится скелет или не заспавнится. Не смотрится. Полу латный доспех висия хитрость. Немножко золото. это мы возьмем. Что касается доспехов то его может быть продать за деньги. Правда уже я порядком перегружен. Оттенки наверное тоже положу. Кажется сюда. Хоть много они не весят. и давайте прочесывать лабиринт дальше думаю заснимать его целиком не имеет никакого смысла. Кстати фреймрейт так себе. В процессе анимации этих стен особенно это заметно. Когда он падает до 24 например кадров в секунду что не здорово. да этот товарищ поднимается каждый раз падает и снова поднимается он довольно легкий но не наносит но тем не менее падеж а моей анти нежит такой ну любим не любим он сопротивляется еще лучше ну давай сколько за тебя экспорта наконец-то всего лишь 37 очков может он после себя оставит что-то нет очень даже нет да даже если мой компьютер который вышел был сделан существенно позже его компонент практически любой чем срок выхода игры имеет 16 кадров в секунду на этих сценах местами вот сейчас 15 то представьте себе что творилось году это в 2003 когда примерно это счастье и вышло о восставший далеко восстал не очень мертвец ради ради высшего блага сейчас мы его одолеем он так мило прилег первый раз потом второй в принципе здесь больше ничегошеньки нету поле да такое боя несерьезное здесь действительно часто приманки только положены без каких-то существенных вещей хотя иногда нам удается что-то найти давайте-ка наконец выберемся из этого лакфеста как вы думаете зал мертвого ветра ну что же здесь мы больше не тормозим это хорошо прекрасный повод сохраниться прямо здесь бонусов у меня никаких особых здесь нет но посмотрим что здесь есть ветер смерти парень пока пассивный но иммунитетов у него во-прежнему прилично и к тайному удару и параличу и против разума и огонь огонь его не возьмет кроме того к магии он довольно устойчив ну что же магия у меня есть небольшой пролом ну и дальше мне может что-нибудь поможет посмотрим пока что можно подготовиться чуть-чуть пока он меня не заметил знаете а мне нравится это заклинание давайте на его на себе испробуем тем более что я конечно же сохранился и поехали замечательно так что здесь есть здесь есть зомби ветра этот товарищ не зим пока что а что мне поможет может всех зомби нужно искалечить здесь у нас закрыто давайте попробуем уничтожить зомби ков может быть тогда когда его рабы падут все это дело переменится давай давай дают ли они силы или нет вопрос хороший я пока не могу ему ответить ну-ка о у него спала его защита и я с наслаждением его калечу все хорошо похоже это его останки а превращение танцера действительно хорошее правда мне нужно озаботиться зельем тоже хорошим потому что эти ребята сильные довольно таки сильные превращение закончилось это означает что время наверное использовать мой камень камень силы будем надеяться что меня называют раньше давай емое и зелье хорошо теперь песнь барда так кстати может быть здесь будет ближе это совсем забыл переключиться но даже с этим шло довольно неплохо ведь в трансформации у меня была совершенно другая комплектина так сказать ну ладно мы немножко ему нанесли урон немножко правда не считается может быть у нас есть что-нибудь хорошее да вот это вот есть божественное могущество и огненный удар огонь нам думаю поможет ну-ка о да это хорошо это совсем хорошо так но не сработало по какой-то причине давай еще раз о хорошо пошло можно это обременить пролом чтобы наше заклинание на меня лучше действовали ну что ж попробуем наше ожерелье ожерелье хорошо действует правда дону по-моему оно тоже забедевает но по крайней мере дону я могу вернуть потом из мертвых а вот эта вот штука мне очень серьезно помогает хорошо правда нельзя сказать может быть это урон который наносится самим зомбяком давайте посмотрим зомби ветра ага посмотрим посмотрим нет не похоже чтобы я ее задевал хотя на сто процентов я конечно не могу сказать давайте в любом случае не то чтобы у меня много вариантов еще один огненный удар с этим придурком будет покончено или два удара у меня их еще порядком не ее тебе не удастся добить так эта механика не работает и я получаю 133 очка опыта теперь я могу полностью вылечить ее с помощью одной из моих аптечек и мы можем играючи уже разделаться с остальными придурками и после этого пойти видимо все-таки назад а не вперед но обследовать пространство вокруг тоже кстати ветер смерти вторая наша коллекция зона видимо слегка модифицировалась судя по загрузочному или сохранительному экрану странно тем не менее создание нежити а здесь в прошлом этой мудрости у нас знание и савиная мудрость то есть их можно использовать и к тому же раз в день то есть до того как мы их установим хорошая причина их тоже смотреть ну и по такой традиции небольшой этого нашего сегмента прохождения мы заканчиваем наш эпизод посиделками у торговца или вернее конечно же постоялками поскольку мне нужно золото не все это мне нужно и требуется совершеннейше поэтому мы можем кстати по-моему я потерял мой амулетик огненный видимо как только заканчивается один из его вариантов то он исчезает но по крайней мере он заслужил себе верную службу и это безусловно очень хорошо вот свет нам наверное вряд ли понадобится хотя в принципе он мало стоит и еще меньше весит поэтому ладно пусть остается но вот стрелы вампирские точно не нужны и еще мне наверное не нужны эльфийские ботинки более за которых я могу пару тысячонок выручить а что у нас здесь полулатный доспех сто процентов не нужен правда за него много денег не дают но тем не менее и броня повеление вот тут я на сто процентов не скажу конечно штука в своем вроде неплохая но слишком уж ограничивающая меня то есть я с вероятностью провала в 35 процентов буду в общем-то защищаться не очень хорошо поэтому поэтому наверное все таки я ее не возьму но давайте напоследок хотя бы почитаем описание пользуется большим спросом доспехи среди аристократов и генералов помимо своей красоты они окружают носителя аурой уважение и авторитета это дает иногда и обратный эффект например в битве при моренграде незадачливый подходим был отправлен поставлен во главе защитного войска только потому что он носил такой доспех это конечно фиговое дело я думаю что я его продам и этого пока оставим хотя толку от него наверное не очень много при необходимости можно будет можно будет продать и его тоже но пока что в принципе камушек да оказался совсем дешевым и не стоящим но тем не менее кое-что приличное мы там нашли а значит время закончить эпизод если вам есть что сказать вы можете это сделать в комментариях если вам понравился эпизод вы тоже знаете что делать благодаря подсказкам на экране ну и мы увидимся в следующий раз с новым метром надо полагать подсказки подсказки с